Это новости на русском. Добрый вечер. И вот тройка главных тем на сегодня. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Это создание сообщества осян, а также цели и направление развития деятельности осян после формирования сообщества. Добрый вечер. 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 исторических наук Владимиром Колотовым, который говорил о значении победы вьетнамского народа от 30 апреля 1975 года, об актуальных уроках Вьетнамской войны на фоне нынешней напряженной и нестабильной ситуации в мире. Здравствуйте, Владимир Николаевич. Большое вам спасибо, что нашли время для нашей программы. Скажите, пожалуйста, каково значение победы и воссоединения Вьетнама 30 апреля 1975 года в истории Вьетнама и для дальнейшего развития Вьетнама. Для вьетнамского народа это, конечно, событие исключительно исторической значимости. Объединение национальной территории на континенте. Дело в том, что в Восточной Азии ряд стран можно считать разделенными державами. То есть часть территории своей они не контролируют. Например, Корея разделенная страна, Китай не контролирует, Тайвань. И Вьетнам в результате длительной, упорной, многолетней борьбы с практически самыми сильными противниками на планете смог объединить территорию на континенте. Под вопросом осталась территория островная. Архипелаги Парасельские, Испратли. Этот вопрос будоражит общественное мнение Вьетнама, является угрозой национальной безопасности Вьетнама в настоящее время. Но это, скажем так, проблема второго плана. Потому что проблема первого плана, самое основное объединение национальной территории на континенте была решена успешно. После этого Вьетнам приступил к нормализации ситуации в стране. Но геополитические противники не успокоились, они хотели отомстить Вьетнаму. Была дестабилизирована Камбоджа, которая провоцировала ситуацию в Южном Вьетнаме. Геноциду подвергся братский кхмерский народ. Вьетнам был вынужден оказать интернациональную помощь. Тем не менее, и эта проблема была решена. Одновременно Вьетнам приступил к разработке широкой программы реформ, прежде всего в области экономики. И сейчас, после того, как эта программа была принята в 1986 году, много лет спустя, в 2015 мы можем сказать, что эта программа реформ была успешной. То есть практически 29 лет спустя. Мы знаем, как рос валовый внутренний продукт Вьетнама. Страна очень сильно изменилась. Поэтому сейчас мы имеем реально большое независимое государство, которое очень динамично развивается, пользуется заслуженным авторитетом и уважением во всем мире. И во всем мире очень хорошо знать, что Вьетнам защищает свои интересы, свою свободу и независимость до последнего, невзирая на то, кто пытается угрожать, указывать или диктовать какие-то неприемлемые для вьетнамского народа условия. Это практически уникальный опыт во второй половине 20 века и особенно в 21 веке. Владимир Николаевич, мы знаем, что Вьетнамская война была одной из самых жестоких и продолжительных войн 20 века. По-вашему, сегодня, спустя 40 лет после войны, что должно связывать и объединить ветеранов-участников этой войны из России, из Вьетнама и США. Мне бы, конечно, очень хотелось посмотреть на встречу ветеранов войны во Вьетнаме с разных сторон, как они друг с другом общаются. Я достаточно тесно общаюсь с ветеранами войны во Вьетнаме в России. Я знаю ветеранов войны вьетнамцев, но я плохо знаком с ветеранами американскими. Я не знаю, что они думают об итогах этой войны. Есть несколько известных, очень активных американских политиков. Ветераны войны во Вьетнаме, всем известные Джон Маккейн и нынешний госсекретарь США Джон Керри. Но получается, что во время войны, когда была угроза их жизни, они выступали за мир. Особенно Джон Керри. А сейчас, когда он находится на посту госсекретаря США, практически министра иностранных дел, крупнейшей и самой богатой державы на планете, он выступает за войну. Это очень странная позиция для ветерана, для человека, который видел смерть, кровь, гибель, бессмысленную гибель своих товарищей, их противников, солдат, освободительной армии Вьетнама, мирного населения, которого погибло больше. Я думаю, что они должны поделиться своим опытом для того, чтобы такого рода войны больше не повторялись. Я думаю, это будет самый лучший вариант для всех. Тем более, что буквально на днях отмечалось 60-летие Бандунской конференции стран Азии и Африки. Конференция, которая прошла в 1955 году. И многие говорят о том, что вот жив дух Бандунской конференции, 10 принципов мирного сосуществования. Многие страны Азии и Африки подписали эти принципы. Но я как историк, как востоковед, который занимается этим регионом, я хочу напомнить политикам, что политики стран Азии, которые подписали эти принципы, их не соблюдали. Я выступаю за то, чтобы политики стран Азии все-таки лучше учили историю своих стран и региона, и не повторяли тех ошибок, которые делали предшественники. Что желающие мира страны в регионе должны делать для поддержания мира и стабильности в регионе Юго-Восточной Азии и шире в Тикоокеанском регионе? Я вам могу даже показать книгу. Это один из моих последних проектов. Это называется «Евразийская дуга нестабильности и проблемы региональной безопасности». Вот карта, как проходила евразийская дуга нестабильности в 2013 году. Вы видите, впервые в мире она простирается от Атлантического океана до Тихого, включая в себя и Северную Африку, и Южно-Китайское море. То есть проблема в Южно-Китайском море – это не какой-то вот кусочек вырванный, это часть общей проблемы дестабилизации Евразии, которая в настоящее время имеет место быть. И это очень серьезная проблема региональной безопасности. На мой взгляд, они должны добиться реального суверенитета, не номинального, а реального суверенитета, убрать иностранные базы со своей территории, решать спорные вопросы друг с другом, мирным путем, без привлечения иностранных посредников. Потому что любое иностранное посредничество будет означать расшатывание ситуации и перевод ее в военное русло. Надо, наоборот, проводить миролюбивую политику, направленную на взаимовыгодное сотрудничество. Тем более, что за последние десятилетия в Юго-Восточной Азии в целом были достигнуты очень позитивные результаты. Существенно повысился экономический вес региона. Регион имеет большое население, практически, по некоторым оценкам, до 700 миллионов человек. Очень благоприятное географическое расположение. Хороший теплый климат. Много ресурсов. Так решайте вопросы с инфраструктурой, с повышением образования, с ликвидацией бедности, массой экологических проблем. По-моему, это очень достойные цели. Благодарю Вас за интересную беседу. В рамках празднования 40-летия со дня освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны 30 апреля 1975 года посольство Вьетнама в Украине устроило встречу дружбы и спортивные соревнования между сотрудниками посольств стран-членов Асян в Киеве. На встрече посол Вьетнама в Украине Гуэн Мин Чи подчеркнул, что в течение неполных 20 лет членство в Асян на новом этапе развития этой организации. Вьетнам всегда вносил и вносит активный, инициативный и ответственный вклад в строительство сильного и сплоченного сообщества Асян, играющего все более важную роль в регионе и в мире, в деле мира, стабильности, процветания. Вьетнам придает важное значение укреплению и расширению взаимодействия со странами Асян, что составляет одну из тешних независимого, самостоятельного внешнеполитического курса нашей страны к диверсификации и разнообразию отношений, активной региональной и мировой интеграции. Далее, эффективность инвестиционной деятельности вьетнамских эмигрантов. И праздничные мероприятия в честь основателя вьетнамской государственности королей Хунго. Сегодня в городе Кангхэ под девизом «Укрепление сотрудничества в производстве качественных, промышленных и ремесленных товаров» состоялось открытие ярмарки «Меконг Экспо-2015». Ее организаторами выступили Народный комитет города Кангхэ и Минпромторг Вьетнама. «Меконг Экспо-2015» проводится ежегодно в апреле с целью помочь расширить сотрудничество и рынки сбыта продукции, укрепить связи между производителями и дистрибьюторами, содействовать в продвижении продукции отечественных и зарубежных компаний-партнеров. На выставке насчитывается 400 стендов компаний с юга Вьетнама. Они представили экспортные потребительские товары высокого качества, товары легкой промышленности, мебель, изделия декоративно-прикладного искусства, а также широкий ассортимент ремесленной и сельскохозяйственной продукции, машины, оборудование и другие. «Меконг Экспо-2015» работает до 2 мая. В рамках ярмарки пройдут многие мероприятия, такие как семинар «Политика поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в развитии производства и сбыта качественных товаров легкой промышленности, встречи народной культуры, художественные программы, приуроченные ко дню полного освобождения Южного Вьетнама и воссоединения страны. В последние 20 лет вьетнамцы за рубежом вносят все более действенный вклад в развитие многих сфер вьетнамской экономики, таких как производство, торговля, высокие технологии, инфраструктура и другие. В городе Хо Ши Миньи проекты с участием вьетнамских иммигрантов не только способствуют экономическому развитию, но и укреплению отношений дружбы между другими странами с городом Хо Ши Мином в частности и Вьетнамом в целом. Ижедневно через мост Фу Ми приезжают более 16 тысяч автомашин. В основном это грузовики и контейнеровозы. Этот крупнейший в юг восточной Адии Вантовый мост, соединяющий двух районов города Хо Ши Мина, был построен по схеме строительства-эксплуатации-передачи на финансовые средства вьетнамского эмигранта во Франции. Мост введен в эксплуатацию в 2009 году и заметно улучшил панораму города. Когда еще не было моста Фу Ми, нам приходилось ехать по обходным путям. На это уходило более одного часа, а сейчас после появления моста на это уходит всего 15 минут. Инвестиционная деятельность вьетнамских эмигрантов также способствует привлечению иностранных друзей в нашу страну. В частности, они участвовали в строительстве элитных торговых центров и создании улицы цветов Муэнхуэ. Облик центральной части города Хо Ши Мин намного улучшился благодаря активному участию компаний вьетнамских эмигрантов. Они вносят заметный вклад в стабилизацию ситуации на рынке и развитие торговли, особенно развитие сферы услуг, что способствует стабильному и устойчивому развитию нашей экономики. Со самого начала была поставлена цель – привлечь вьетнамских эмигрантов к участию в экономическом развитии во Вьетнаме. В последние годы этой работе уделяется все больше внимания. Это касается, в частности, создания вьетнамским эмигрантам благоприятных условий для инвестирования, развития их роли моста, соединяющего страны, их пребывание с Вьетнамом. В настоящее время все больше вьетнамских эмигрантов хотят возвращаться на родину, чтобы участвовать в общем деле. После освобождения страны была поставлена задача увязать развитие экономики с работой с вьетнамцами, проживающими за рубежом. Наш город уже тогда уделял этой работе особое внимание. Мы понимаем, что это долгий процесс, но обязательно добьемся успеха, ведь вьетнамцы за рубежом всегда чувствуют себя привязанными ко своей исторической родине. Следует сказать, что вьетнамские эмигранты вносят важный вклад в развитие экономики города Хо Ши Мина и улучшение его облика. А что самое важное – это создание для вьетнамских эмигрантов за рубежом такого канала эффективного сотрудничества, который одновременно будет содействовать укреплению тесных связей между вьетнамцами в стране и в мире. С 4 по 10 мая 2015 года по инициативе ООН проводится третья глобальная неделя безопасности дорожного движения, посвященная повышению безопасности детей в процессе участия в дорожном движении. В связи с этим сегодня Национальный комитет по безопасности дорожного движения Вьетнама устроил пресс-конференцию для обнародования плана конкретных действий в рамках этой недели. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире в ДТП погибает почти 186 300 детей. То есть каждый день погибает более 500 детей, несколько сотен других получают травмы. Во Вьетнаме ежегодно в ДТП погибает около 2000 детей. Дорожно-транспортный травматизм стал одной из главных причин смерти всех детей в возрасте от 5 лет. Неделя безопасности дорожного движения пройдет с 4 по 10 мая по всему Вьетнаму. В этом мероприятии акцент делается на повышении уровня осознательности общества об опасности смерти детей при участии в дорожном движении. При этом большое внимание уделяется необходимости лучшей защиты детей и осуществлении мер, необходимых для этого. Мемориальный комплекс Фохен в провинции Хэнген получил статус особой достопримечательности национального значения. В связи с этим с конца прошлой недели начались массовые культурные мероприятия Фохен-2015. На церемонии получения соответствующего сертификата присутствовали президент Чунгтэн Шанг, руководители ряда министерств и ведомств местной власти и представители местной общественности. Фохен – место исторической значимости в городе Хэнген. В 17-18 веках здесь находился известный торговый порт. В то время Фохен был городом, расположившимся на левом берегу Красной реки. Фохен стоял на втором месте после Тханглонга, ныне Ханой, по уровню процветания и развития. Город также был торгово-экономическим центром страны. Жившие здесь иностранные торговцы оставили свой отпечаток в местной культурной жизни. Здешняя архитектура сочетает в себе вьетнамские черты и черты многих стран мира. По сей день здесь сохранились более ста культурно-исторических достопримечательностей, имеющие огромную ценность. Ежегодно проводятся многие фестивали и праздники, связанные с ними. Они привлекают сюда как отечественных, так и иностранных туристов. 16 культурно-исторических памятников составляет комплекс достопримечательностей Фохен. А далее связка других новостей о праздничных мероприятиях в честь королей хунгов. 26 апреля, то есть 8 марта по лунному календарю в деревне Хабиха в провинции Футхо состоялась процессия с паланкином короля хунга 17-го. Это один из традиционных ритуалов, который имеет тысячелетнюю историю и призван способствовать укреплению всенародного единства. На празднике девушки в национальных платьях Аузай участвовали в церемонии зажигания благовоний и предподношения пирогов баньчунг-баньцэй. Процессия с паланкином короля хунга 17-го в деревне Хабиха проводится впервые. На этом мероприятии присутствовали сотни туристов и местных жителей. Оно призвано прославить ценности традиционного поклонения королей хунгов, призванного ЮНЕСКО объектом мирового нематериального культурного наследия. В тот же день в комплексе храмов королей хунгов в провинции Фудхо состоялся 10-й конкурс лучших изготовителей пирогов баньчунг и баньцэй. В этом году в нем участвовали 100 мастеров, которые приехали из многих районов страны. По вере наших предков, баньчунг и баньцэй являются символами космоса. Баньчунг имеет зеленый цвет и квадратную форму, что символидирует землю, а баньцэй – круглую форму, символидирующую небо. Изготовление этих пирогов стало для вьетнамцев культурной традицией, отражающей чувство благодарности своим предкам. Посетители мероприятий также имели возможность наслаждаться яркими народными выступлениями, программами, характерными для провинции Фудхо. 27 февраля в музее Дананга состоялось значимое культурное событие – открытие антикварного базара Датхань. Как известно, такое мероприятие впервые организуют музей Дананга совместно с Данангским отчеством культурных наследий. Посетителям базара предлагаются старинные предметы, которые имеют не только практическую пользу, но и культурно-историческую ценность. На антикварном базаре Датхань можно найти более 50 старинных предметов из бронзы и керамики. Монеты, денежные купюры, французские хрустальные лампы, американские керосиновые лампы, вентиляторы старинной книги, реликвии военных времен, такие как фляжки, алюминиевые расчески, сделанные из обломок сбитых самолетов, ящики под снаряды и бытовые вещи, которые используются во времена карточной системы снабжения. Эти предметы в определенной мере свидетельствуют о незабываемом периоде в истории Вьетнама, о культурном обмене и торговле между Вьетнамом и странами Юго-Восточной Азии, Западной Азии и Запада. Антикварный базар Датхань открыт до 1 мая. И напоследок прогноз погоды на завтра. Субтитры подогнал «Симон» Таковы итоги этого дня. О развитии событий уже в следующих выпусках. Напомним, что для просмотра наших выпусков новостей вы можете зайти на сайты, указанные на экране. Спасибо за внимание и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»